В отложенной игре 31-го тура Спартак принимал факел на армейском стадионе Песчаные. Стартовая расстановка красно-белых, принесшей им несколько еврокубковых побед, сохранилась и в этой игре. И первые минуты прошли под диктовкой хозяев. Спартак играл подозрительно легко, за что и поплатился на 9-й минуте. В первой, но далеко не последний раз в этом матче, громко заявил о себе правый воронежский фланг. А главской охотно бежавший вперед вес последующий тайм не справился со своими прямыми обязанностями защитника и Семен открывает счет. После этого пошла игра, в которой факел смотрелся чересчур, достойно для клуба, покидающего в высшую лигу. Воронежцы умело создавали остроту ворот Филимонова, однако городу воскучать тоже не приходилось, а везло в завершении красно-белым чаще. Шурко на 15-й минуте сравнял счет. Два мяча в первой и третьей тайме заставляют подумать о том, что у этой игры есть все шансы стать результативной. Тихонов расшевелил задремавшую атаку на 45-й минуте. 2-1. Ашмаров на первых мгновениях игры после перерыва словно скопировал начало первого тайма. 2-2. Факел определенно бросает Спартаку вызов и перчатку. С, пожалуй, лучшего в Москве футбольного газона первым подхватывает Кеченов. В быстром прорыве именно он снабжает техникум мячом для третьего результативного удара. Во второй половине тайма заметно подсел Оленичев, который часто терял мяч и практически перестал приближаться к штрафной гостей. Функцию игрока, создающего остроту в этой зоне, взял на себя Кеченов. Он оказался в нужном месте как раз в то время, когда Оленичев вкладывал последние силы в передачу, которая должна была стать голевой. 4-2. При запланированных Спартаку мячка взяты не без борьбы. Редактор субтитров А.Семкин